МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вас приветствую из службы информации телеканала РХС-24 в студии Азрия Таркенов. Это программа события дня и самые значимые интересные новости к этому часу в репортажах наших корреспондентов. Сегодня в выпуске. Когда работаешь, уже не о себе беспокойся, а о людях, с кем произошли несчастные случаи, травмы серьезные. Благодаря их слаженным и профессиональным действиям сотни людей вернулись домой к своим родным. Сегодня вся страна отмечает День спасателя России. На мне лежит большая ответственность. Я очень рада, что буду представлять свою школу, постараюсь хорошо представить свою школу, республику, город. Новогодние чудеса. Побывать на самой лучшей новогодней елке посчастливится трясти двум детям из Карачао-Черкесии. Они станут участниками новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в городе Москве. Сегодня приглашен профсоюзный актив, который, естественно, занимается в том числе и информационной работой. Как прошел год? Представители региональных профсоюзных организаций из Карачао-Черкесии, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечни подвели итоги деятельности. Сегодня в Кремле глава Карачао-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в заседании Госсовета под председательством президента России Владимира Путина. Глава государства поставил перед руководителями федеральных и региональных органов власти задачи по повышению инвестиционной привлекательности регионов. Это касается формирования удобных, комфортных условий для открытия и введения бизнеса, для запуска новых производств, а значит и для создания новых рабочих мест, решения социальных вопросов, повышения реальных зарплат и доходов граждан, что является, по словам президента, важнейшим приоритетом. В Карачао-Черкесии во взаимодействии с федеральными органами власти агентством стратегических инициатив ведется постоянная работа по стимулированию деловой активности на законодательном уровне, организационном и в управленческом плане. Результатом такой работы является успешная реализация ряда крупных инвестиционных проектов. В этом году это закладка садов интенсивного типа, открытие селекционно-семеноводческого центра, модернизация Кавказ-Цемента, фабрики по производству шерсти, строительство новых объектов на курортах Архызы-Дамбай. Задачи, поставленные президентом, понятны и будут выполнены. Написал он на своем официальном аккаунте в инстаграм Рашид Темрезов. Сегодня вся страна отмечает День спасателя Российской Федерации. Глава Карачао-Черкесии Рашид Темрезов поздравил сотрудников и ветеранов спасательных служб республики с профессиональным праздником. За 25 лет сотрудники Карачао-Черкесского поисково-спасательного отряда провели множество операций. Отряд по оправу считается одним из лучших в системе МЧС России. Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей сотни людей вернулись домой к своим родным. Республика гордится вами, уважаемые спасатели и ветераны службы. Спасибо вам за ваш труд, говорится в поздравлении главы республики, в котором он пожелал здоровья, благополучия и удачи в трудном, благородном и нужном деле. К поздравлению присоединились спикер парламента Карачао-Черкесии Александр Иванов и председатель республиканского правительства Аслан Озов. А накануне праздников в Карачао-Черкесский спасотряд отправилась наша съемочная группа, чтобы, во-первых, поздравить личный состав, а во-вторых, снять сюжет про одного из самых опытных представителей этой благородной профессии. Слово Эрнесту Чукову. Спасателем Андрей Швырев стал далеко не случайно. Как он сам рассказывает, еще с детства его тянуло к горам, пещерам, гротам. Юношеское увлечение переросло в работу горным инструктором, а уже оттуда Андрей попал в МЧС. И это тот редкий случай, когда профессии человек нашли друг друга. Это святое – спасать людей, бороться за их жизнь, рисковать. Поэтому, действительно, кто не может этим заниматься, не работает уже в МЧС, уходит в другие структуры, или на простую гражданскую работу. Это основное – спасение жизни людей. За плечами Андрея Швырева, или, как его по-отечески на службе называют, Глебыча, десятки стихийных бедствий и сотни спасательных операций. Специфика профессии такова, что нужно всегда быть готовым идти на выручку, даже в свой профессиональный праздник. Поэтому те, кто на смене, его отмечают чаем с тортиком. У кого же выходной, обязательно где-то собираются с семьями. И каждый раз вспоминают тех, кто волею судьбы сейчас не с ними. Мы много же людей потеряли, спасателей. Когда проводятся спасательные работы, наши ребята рискуют своим здоровьем и своей жизнью. И даже есть очень много случаев, что наши ребята погибают или получают очень серьезные травмы, выбывают просто из строя. Получают группы, ну, как больные люди и так далее, и тому подобное. Вот поэтому действительно праздник – это праздник, это отлично все. Но тем не менее, наших братьев-спасателей все-таки нужно вспоминать и помнить о них. О предстоящих новогодних праздниках в Карачао-Черкесском поисково-спасательном отряде не говорит ничего. Ни елочек, ни мишуры. Тем, кто ежедневно спасает человеческие жизни, праздничная расслабленность не нужна. Поэтому в углу вместо елки – альпинистское снаряжение. Тренировки и обучение идут в обычном режиме. И Андрей Швырев, как всегда, проводит горную подготовку. Это тот человек, который учил нас всему, это тот человек, который первый нас повел в горы и сводил на первое звание значок альпиниста. Поэтому он у нас является основным тренером, руководителем всех альпинистских сборов. И довольно грамотный, опытный и надежный человек. Надежность – наверное, это одна из самых важных черт людей этой профессии. Людей, готовых прийти на помощь в любой ситуации. Людей, готовых жертвовать своими жизнями ради спасения чужих. Эрнест Чуков, Мурат Кемрега, Вархиз, 24. Права инвалидов на контроле властей. Очередной совет по правам людей с ограниченными возможностями здоровья при главе Карачао-Черкесии прошел сегодня. С какими проблемами вынуждены сталкиваться тысячи людей? Как их могут решать? И какова роль органа власти? Выясняла Татевик Джалавян. Совет по правам инвалидов при главе республики Рашиде Тимрезове – это межведомственный орган, который работает уже не один год. По большей части, это своеобразная дискуссионная площадка, на которой есть возможность обсудить самые актуальные вопросы именно этой категории граждан. И в этот раз разговор получился живым и насыщенным. Один из ключевых вопросов – реализация в школах, детских садах и колледжах республики и инклюзивного образования. Суть в том, что особенные дети должны обучаться наравне со всеми. В 2017-2018 учебном году обучается 1575 детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в ходу, который в соответствии с федеральным законом об образовании в Российской Федерации за номером 273 должны осваивать содержание общего образования по адаптированным общеобразовательным программам, разрабатываемым на основе федеральных государственных образовательных стандартов. Рассматривались также вопросы трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. Руководитель регионального центра занятости рассказал о том, что, по данным на 1 октября этого года, они уже трудоустроили 29% инвалидов, которые обратились к ним за помощью. Вместе с тем в этой области много проблем. Так, далеко не все работодатели зарезервировали рабочие места для инвалидов, а кто-то и вовсе готов дать работу для инвалида на вредном производстве. Порой приходилось подключать органы прокуратуры. Безусловно, без работодателей, без их понимания и воли для приема на работу людей с ограниченными возможностями успешно решить эту проблему невозможно. Поэтому, безусловно, вовлечены в эту работу все абсолютно. Федеральные органы власти высоко оценили работу Министерства образования и науки республики по развитию инклюзивного образования для детей-инвалидов, а также Управление государственной службы занятости населения по трудоустройству. Добавлю, оно входит в пятерку лучших в Российской Федерации и лидирует в Северокавказском федеральном округе. Следующее заседание Совета планируют провести в феврале 2018 года. И, по мнению его участников, его главная цель и функция – это оказание практической помощи инвалидам. А значит, к следующей встрече надо подготовить детальные и рациональные предложения по всем направлениям, которые требуют внимания властей. Татейк Джилавян, Мурат Кемрюгов, Архиз, 24. Подходит к концу 2017 год. Год объявлен в Карачао-Черкесии главой республики Рашидом Тимрезовым годом здоровья. Одним из ослагаемых крепкого здоровья является качественная медицина и доступность медуслуг. И чтобы получить необходимую помощь, теперь необязательно ехать в Черкесск или даже в райцентр. Качественное лечение доступно и в небольших участковых больницах. Об одной такой, расположенной в поселке Правокубанском, наш следующий репортаж. Правокубанская участковая больница на данный момент рассчитана на 10 коек круглосуточного пребывания. Помимо этого работает дневной стационар на 5 коек. Лечатся здесь в основном жители поселка и близлежащих аулов. Их устраивает и качество медпомощи, и территориальная близость учреждения. Основная цель Министерства здравоохранения нашей республики – это то, чтобы доступность медицинской помощи не страдала. То есть максимально какое-либо структурное подразделение центральной районной больницы было приближено к населению. Так вот, исходя из этих целей, мы Правокубанскую участковую больницу сохраняем в том составе для оказания первичной медико-санитарной помощи. Работают на сегодня в больнице 56 человек. Из них 13 – это врачи. Правокубанская больница на хорошем счету в Минздраве региона. В дальнейших планах – развитие медучреждения, расширение материально-технической базы, коечного фонда, повышение квалификации персонала. А что касается центра медицинской реабилитации, который находился в одном здании с больницей, то в целях повышения эффективности он переедет в республиканский центр. Перебазировка, в первую очередь, сделана в интересах жителей региона, так как подобный центр единственный в Карачаево-Черкесии. Разумнее и удобнее всего было бы его размещение в Черкесске. Поток больных, которых направляли в реабилитационное отделение, в основном шел из Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы. И территориальная близость, и хорошее материально-техническое оснащение учреждений медико-санитарной части позволило нам решить этот вопрос в интересах пациентов, довольно-таки тяжело больных, зачастую немобильных. Чтобы они максимально в кратчайшие сроки могли из одной больницы сразу переместить и направить в другую больницу, когда еще у этого пациента не потерян реабилитационный потенциал. Занимаются в центре те, кто восстанавливается от инсультов, инфарктов, операций на сердце и сосудах. В среднем один курс реабилитации длится 15 дней. За это время пациент проходит медикаментозные и физические процедуры. Физические процедуры включают в себя работу на специальных тренажерах, массаж, озонотерапию, электрофорез и работу логопеда-психолога. С переносом центра в республиканскую столицу увеличится и качество реабилитации, и больше людей смогут получить так необходимую им помощь. А что же будет с персоналом центра? Что будет с 30 профессионалами? Персонал будет работать. Персонал, который работал в участковой больнице, в полном составе остается. Медицинский персонал, который будет работать в реабилитационном центре, он тоже будет работать в рамках отделения реабилитации. Если они пожелают, то без работы ни один медицинский персонал не будет оставаться. Помимо этого, глобальных изменений в жизни больницы в ближайшее время не предвидится. Она как работала, так и будет работать. А пациенты как получали качественную медпомощь, так и будут дальше ее получать. Эрнест Чуков, Мурат Кемрюга, Вархиз, 24. Побывать на самой лучшей новогодней елке посчастливится 32 детям из Харачао-Черкесии. Они станут участниками новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Для ребят подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа. Основным событием новогодней елки станет ледовое шоу-мюзикл Татьяны Навки, Руслана Людмила. Кроме того, ребят ждет экскурсионная программа с посещением цирка Никулина на Цветном бульваре. Каждый юный участник получит новогодний подарок. О подробностях расскажет Рамида Киут. Делегация детей из республики на главную елку страны сформирована из отличников учебы, победителей и призеров различных олимпиад и конкурсов, в том числе воспитанников детского дома, социально-реабилитационного центра «Надежда», коррекционная школа-интерната «Первого вида», а также детей из многодетных и социально незащищенных детей, детей-сирот. Новость о предстоящей поездке в Москву стала большой неожиданностью для ученицы 18-й школы Лианы Башаевой. Девочка рассказала, что с приближением Нового года у нее всегда появляется ощущение волшебства, ожидание чуда и исполнение желаний. Вот и в этот раз предчувствие не подвело. Когда Фатима Буовна, директор нашей школы, после собрания сказала, что я еду на Кремлевскую елку в Москву, я была рада, но еще немного испугалась. На мне лежит большая ответственность. Я очень рада, что буду представлять свою школу, постараюсь хорошо представить свою школу, республику, город. И хочу, чтобы у каждого ребенка была такая способность поехать в Москву на Кремлевскую елку. Ведь это мечта ребенка побывать на таком большом празднике открытом. Классный руководитель, директор и все ученики школы гордятся такой ученицей, как Лиана. Ведь в истории учебного заведения не было таких случаев. Лиана обучается в нашей школе с первого класса. И всегда очень старательная девочка. Учится с первого класса только на отлично. И наша школа гордится, что в этом году ее отправляют на Кремлевскую елку. И мы очень рады и гордимся ею. Хочу еще сказать, что она очень отзывчивая, добрая девочка. Своей жизнерадостностью, характером, дружелюбием. Она привлекает к себе всех детей. Я учусь с первого класса. И ничего плохого сказать о ней нельзя. Она добрая, всегда протянет руку помощи. И среди одноклассников пользуется в Ужене. В свободное от учебы время девочка занимается каратэ. В столь юном возрасте она уже имеет желтый пояс и третий разряд. Присвоение разрядов каратэ производится на основании спортивных результатов, полученных спортсменами во время участия в официальных соревнованиях. Таких достижений у девочек много. Самый главный вопрос, что же надеть на такое мероприятие. Лиана долго не выбирала, ведь нет ничего лучше национального платья. На праздничную елку она поедет в наряде от Зарима Нахушевы, создателей стилизованных женских этнических костюмов народов Северо-Западного Кавказа. По прибытию в Москву дети посетят цирк братьев Запашных. 26 декабря после Кремлевской елки дети посетят Большой зимний каток на Красной площади, где смогут полюбоваться ярким театрализованным ледовым представлением. В поездке детей будут сопровождать педагоги, а также врач-педиатр и два сотрудника органов внутренних дел. Рамида Киут, Роман Баюра, Архиз, 24. До наступления Нового года осталось меньше недели. И в столице Карачао-Черкесии уже начались праздничные мероприятия. Так, совсем недавно во Дворце культуры прошел детский новогодний карнавал. Программа праздника была насыщенной. Театрализованные представления, конкурсы с призами, выставка работ декоративно-прикладного искусства и многое другое. На новогоднем фестивале побывала и наша съемочная группа. Открытие фестиваля выдалось по-настоящему сказочным. Ведь начался новогодний праздник, как полагающе, с волшебства. Девочки подарили зрителям великолепный музыкальный подарок, а именно самый настоящий новогодний вальс. В этом фестивале приняли участие самые маленькие жители Черкеска, воспитанники всех детских садиков и младшие классы всех школ города. Сам фестиваль делился на несколько номинаций. Это декоративно-прикладное искусство, дефиле, к слову, тут дети показали настоящий мастер-класс, особенно маленькие принцессы, которые уверенно и грациозно шли по сцене, словно настоящие супермодели. А костюмы, в которых были участники, не оставили равнодушным никого. Здесь вам и снежная королева, и дюймовочка, мальвина, феи и множество других сказочных персонажей. Все дети и их родители явно готовили свои наряды не один месяц. Мы с мамой вместе готовили три дня костюм, и мы оба снежной королевы. А что ты сегодня будешь показывать? Дефилировать я буду. Вот и моя внучка подросла, и в этом году мы участвуем вместе с ней в этом замечательном, прекрасном, сказочном предновогоднем мероприятии. Конечно, это хлопотно, это тревожно, это переживательно, но каждая, я думаю, семья готовится к этому празднику. Следующим этапом стало новогоднее шоу, в котором ребята должны были показать всю свою креативность. Шоу, в свою очередь, делилось на три номера. Первый – это визитная карточка, где главными героями являются Дед Мороз и Снеговик. Они должны были показать сценку. Второй – это музыкальное представление. Все участники пели вживую, под минус, а третья – это минута славы. В течение минуты конкурсанты демонстрировали все свои творческие способности, дабы впечатлить жюри и свалить зрителей на повал. Мы подготовили номер с целью для того, чтобы выиграть. Мы готовили его месяц. Суть конкурса заключается в том, что мы будем вести новости. Мы сегодня с моими одноклассниками будем ставить миниатюру. Эта миниатюра будет о Новом Годе. В холле была представлена выставка декоративно-прикладного искусства. К слову, здесь у ребят был настоящий полет фантазии. Со своими родителями и воспитателями они сделали новогодние подделки. Благодаря их картинам, игрушкам, часам и не только, зал превратился в волшебную зимнюю сказку. Заранее начали готовиться к этому конкурсу. Так как работа проделана, мы видим, по работам, даже в этом зале работа проделана огромная. И так же, как на новогоднем шоу, я надеюсь, мы сейчас увидим, как детки подготовились. Это все-таки музыкальные номера, это все-таки петь вживую, это все-таки выступать на зал. Думаю, кропотливая большая работа у деток проделана. Вместе с учителями и, самое главное, вместе с родителями. Все участники фестиваля были награждены грамотами и вкусными призами. Ведь главная цель мероприятия не победа некоторых участников, а привлечение школьников к празднованию Нового года и развитие художественного мастерства у всех деток. Ислам Джукаев, Далиль Мирза, Архыз 24. В Карачао-Черкесской республике стало доброй традицией ежегодно проводить новогодние елки для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Организаторы мероприятий убеждены, возраст для того, чтобы радоваться этому празднику, не помеха. В этом убедилась и наш корреспондент. Чудеса случаются со всеми, а искренние мечты обязательно исполняются. Вот и для одной большой дружной семьи в Республиканском доме-интернате общего типа для престарелых прошла всенародная акция «Моя страна, моя ответственность». Больно смотреть на детей, которые брошены, которые остались без опеки, попечительства. Еще больнее, для меня лично, на мой взгляд, еще больнее смотреть на стариков, которые никому не нужны и остались в таких вот специализированных учреждениях. Эта акция направлена на то, чтобы пробудить гражданскую инициативу. У нас много добрых людей, но я думаю, они не знают, что проводятся такие акции, что можно прийти, можно чем-то обрадовать одинокого, пожилого, брошенного человека. Отдел по культуре и молодежной политике администрации Карачаевского городского округа поздравил жителей дома-интерната. Заслуженная артистка Абхазии Карачаева-Черкесии Лидия Батчаева своими зажигательными хитами пустила в пляс всех виновников торжества. Раисе Акимчук 78 лет, но возраст – это только цифры. Душой она молода и полна жизненной энергии. Музыка всегда была для нее вдохновением. И даже несмотря на сложившуюся жизненную ситуацию, она никогда не отчаивается. Со слезами на глазах и наполненной незабываемыми впечатлениями душой завершилось новогоднее мероприятие для этих людей. Не обошлось и без подарков. Холодильники, о которых пожилые так мечтали, были им подарены. Сегодня здесь проживают более 70 человек. Созданы все условия для комфорта. Но для самих жильцов самое главное – это теплое отношение к ним. Здесь много тех, кто воевал в далекие сороковые, и тех, кто просто работал на благо Родины. Эти люди больше всего ценят внимание и уважение. Рамида Киутра, Дамир Князя, Вархыз, 24. В поселке Дамбай на базе Карачао-Черкесской республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки состоялось подведение итогов деятельности организации на территории Северокавказского федерального округа за текущий год. Центральный совет профсоюза образования и науки объявил 2017 год годом профсоюзного пиар-движения. В течение текущего года профсоюзные организации уделяли особое внимание данному направлению своей деятельности. На заседании побывала и наша съемочная группа. Профессиональный союз работников народного образования и науки был создан еще в конце XIX века и по сей день занимается представительствами защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза. Как складывалась работа в 2017 году, на итоговом заседании собрались обсудить делегаты с каждого региона СКФО. В этом году организацией делался основной упор на оперативное получение информации, освоение медийного пространства и совершенствование в практике взаимодействия с общественностью. После объявления ФНПР и Центральным советом в 2017 году и арт-движении Республиканский комитет профсоюзного разработал свои мероприятия, провел президиум, собрал всех председателей районных и городских советов, председателей правкомов и наметили мероприятие, чтобы каждый член профсоюза, который состоит в нашем районе, чтобы до него информация доходила как бы быстро. Обсуждался также ряд насущных проблем, с которыми каждый год приходится сталкиваться работнику сферы образования. Одним из главных вопросов обсуждения являлся и вопрос повышения заработной платы. Лора Манаева отмечает тот факт, что проблема низкой оплаты труда в регионах является основной и ее каждый раз поднимают на заседаниях Центрального совета профсоюза. Мы работаем над тем, чтобы минимальный размер оплаты труда все-таки был не только в 2018 году поднят, а чтобы он достиг уровня прожиточного минимума уже в 2018 году, они перекладывали это на 2019. Мы обращаемся к правительству, чтобы были приняты базовые ставки и оклады. То есть вот сегодня профсоюзам разработаны наказы кандидатам президенты, и они направлены уже... Это общие проблемы, они характерны для всех регионов Российской Федерации. Представители региональных профсоюзных организаций из Карачаева, Черкесии, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чесни в своих докладах поделились опытом работы в информационном поле и обсудили различные темы, касающиеся сферы их деятельности. Год профсоюзного пиар-движения призван повысить гласность и эффективность работы организаций профсоюза. Как отметили руководители региональных организаций, информационной работой нужно заниматься целенаправленно, серьезно и профессионально, обеспечивая ее ресурсами, кадровыми, техническими и финансовыми. Ринат Ибрагимов, Радомир Князев, Архиз-24. В такими, на наш взгляд, были основные события дня. Напоминаем все новости республики на сайте Республиканского информационного агентства Карачаева-Черкесия и на нашем канале Архиз-24. Номер телефона редакции 238940 и код города 8782. Всего доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова